Субтитры делал DimaTorzok Грусть, тоска, печаль Среди всего прочего я упоминал, что подходящие платы захвата конечно существуют, но только под PCI Express А у меня такой материнской платы с соответствующим слотом вроде как нет Но! Несколько дней назад я внимательно порылся и понял, что подходящая материнка у меня есть Трудно писать мои эмоции по этому поводу Ну да ладно, раз порт есть, можно брать и плату Я выбрал Avermedia Game Broadcaster HD Фирма Avermedia вообще известна своими тюнерами, платами монтажа, платами захвата и софтом под них Среди всего многообразия была выбрана именно эта плата Потому что она похоже последняя из имеющих VJ вход Все последующие уже ограничиваются HDMI Устаревший стандарт, блин Ну что ж, в коробке нас ждут аудиокапели Сама плата не умеет захватывать звук, но утилита умеет брать его с входа звуковой карты То есть руками звук и видео сводить не придется, что несомненно плюс Далее, переходник с компонентных кабелей на VJ Для подключения старых приставок к тот самый VJ вход Документация, диск с драйверами Ну и конечно, сама плата Низкопрофильная, кстати, если для кого это важно Ну как видим, HDMI или VJ кабелей не положили Ладно, не смертельно Первый подвох меня ждал на том самом диске к плате Драйвера-то под Windows XP нашлись, за что уже громадное спасибо А вот фирменная утилита для захвата Под названием Авермедиа Рецентрал Идет минимум на Windows 7 Ну просто изумеительно Кто-то, наверное, спросит Почему на том компьютере все еще стоит Windows XP? Но, если подумать Задавать подобные вопросы в передаче о старом добром Как-то, мягко говоря, странно, не находите? К тому же, у меня под рукой был диск с лицензионной Windows XP С своими задачами она более чем справляется А покупать новую ось только просто, чтобы было Ну, я резона не вижу В общем, пришел сети на официальный сайт Авермедиа И там нужная утилитка легко нашлась Что же, черт побери, мешало положить на диск, на котором свободно несколько сотен мегабайт Не знаю Маркетинг, наверное Или редкостное раздолбайство Что тоже возможно Новая утилита, конечно, заработала Но не без подвухов О них позже Первым делом я попробовал вывести картинку с консоли GXDS5110B О которой я уже рассказывал несколькими выпусками ранее При подключении кабеля она просто-напросто зависала Оказалось, в настройках приставки можно выставить разрешение выше 480p Но если это сделать, при подключении кабеля зависания Учитывая, что родное разрешение приставки те самые 840x480 Реальной проблемой это не является Но все равно, первый раз это напрягло Ну а результат, сами видите Картинка четкая Проблем с захватом нет Никаких там черезстрочностей или рассинхронов Лишней нагрузки на процессор консоли тоже нет Так что вся мощь идет исключительно на то, что происходит на экране К тому же, мне теперь не придется возиться и сводить звук Все записывается сразу по отдельному кабелю Я его уже показывал в прошлом выпуске Идея Но Да, всегда есть это гадское но Картинка записалась с разрешением 720x480 Вместо 800x480 Из-за этого имеется небольшое искажение пропорций картинки Его конечно можно вылечить растягиванием Но сами понимаете Это несколько не то, что надо Причем плата утверждает Что именно такой формат и идет на вход Понять же, кто именно виноват Консоль, стандарт HDMI, софт Или мои руки Я пока не смог Буду крайне благодарен Если кто-нибудь сможет поделиться ответом в комментариях Ну а теперь перейдем в VGA вход Там все веселее После запуска компьютера Выбор пал на Pentium MX Он у меня был уже собранный на тот момент Я получил сообщение о том Что формат сигнала не поддерживается Какого черта? А такого Плата умеет захватывать картинку С разрешением от 640x480 Более низкий никто не гарантирует Вылечить это пока не удалось Так что придется найти вот такой вот VGA разветвлитель Чтоб параллельному плате воткнуть еще и монитор Окей Ну вот у нас Duke Nukem 3D Запущен в 800x600 Картинка идет немножко вертикальными полосами Но тут извините Проблема конкретной видеокарточки в Pentium Я уж очень торопился опробовать плату захвата А вот почему видео было записано в разрешении 720x576 Мне откровенно говоря непонятно Похоже все таки что то не так с софтом или настройками При выходе из игры мы получаем внезапно юзабельную картинку Хотя ну как юзабельную? Ну всякое лучше чем было А было у нас ничего Тем не менее если запустить из нее игру в 3020x200 Выглядеть будет очень глючно А вот в 640x480 все уже будет в норме Даже видеофайл захвачен нужным разрешением Да, правда производительности Pentium уже не хватает для стабильно высокой чистой кадра в первом Quake Даже немного обидно Ну что ж, ускоритель нам в помощь Или нормальная 2D карточка Надо будет затестить При выходе в текстовый режим Как я уже говорил выше Может повезти А может и не повезти Все таки сплиттер на днях придется приобрести В общем подводя итоги Плата меня очень порадовала Да, пока есть непонятные шероховатости с разрешениями Да, похоже придется покупать VJ Splitter Для работы с более низкими разрешениями на параллельном мониторе Но, повторюсь Плата свою работу выполняет на ура Отдельно хочу отметить такой момент Одновременный показ сигнала с карточки на мониторе И его запись идет на полной скорости То есть в ряде ситуаций второй монитор вроде как и не нужен вообще Как результат Ждите от меня в скором времени видео с живого железа Ну и нормальная запись очередных ремейков классики под Android До скорых встреч!